110 лет Семёну Альшулеру. В КФУ провели День науки. Я рад, что он преподавал в стенах нашего университета. Камнем вниз с крыши дома. Новый опасный тренд в социальных сетях. У него уже есть депрессия, на основном, которую он, в принципе, уже хотел, желал покойить. День самоубийства — это практика. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Арина Улескова. На третьем международном научно-образовательном форуме «Миссия университетского педагогического образования в XXI веке» от Казанского федерального университета была представлена книга «Teacher Education in Russia». Её авторами выступили ректор КФУ Ильшат Гафуров, директор Института психологии и образования Айдар Калимуллин и профессор Роза Валеева. Было очень важно показать в этой книге богатую историю российского педобразования, его настоящее и его будущее. И я уверен, что эта книга будет очень востребована не только среди российских, но и зарубежных учёных, потому что в настоящее время в России и в Казанском университете, в частности, происходят большие изменения в области реформирования процесса подготовки учителей. И те лучшие практики, которые мы формируем сейчас здесь, в том числе в Казанском федеральном университете, неизбежно будут востребованы международным научно-педагогическим сообществом. В Институте физики Казанского федерального университета в честь дня рождения профессора Семёна Альшулера провели День науки. Все подробности с мероприятия в нашем сюжете. Казанского федерального университета Одним из первых возложил цветы к могиле Семёна Альшулера на Арском кладбище. В Институте физики прошли конкурс эссе и презентации, посвященные научному наследию академика. В Казани есть центр магнитного резонанса. И то, что студенты идут к нам, потому что они знают, что это очень интересное и очень добротное направление в физике, где наши учёные лидируют в Советском Союзе. Теперь в России и в мире. Готовясь к теме, я узнал, что он первым рассмотрел звуковое поле, как динамическое, энергию которого мы можем поглощать, чтобы рассматривать все спектры, на чём основывается акустический парамагнитный резонанс. Человек очень выдающийся, очень гениальный, мне кажется. Я рад, что он преподавал в стенах нашего университета. В честь Дня науки Института физики в главном здании КФУ состоялось также открытие новой учебно-научной лаборатории мезофизики, которая является научным расширением исторической лаборатории Альтшулера. Здесь собрано всё необходимое в лаборатории оборудование для синтеза, различные центрифуги. Также мы можем варьировать размер наших наноструктур с помощью купленного нового микроволнового автоклава. Также у нас есть классический автоклав, центрифуги для отмывки, весы. В ближайшее время планируем поставить химический шкаф здесь. Далее в Музее истории Казанского университета провели открытые заседания учёного совета. Цикл мероприятий в рамках Дня науки Института физики КФУ завершился открытием выставки, посвящённой профессору Семёну Альтшулеру. Эджимина Небаева, Фаридзе Хедоглы, Универньюз. Казанский федеральный университет получит финансовую поддержку для создания новых лабораторий в рамках формирования молодёжных научно-образовательных центров. Общий объём финансирования составит 108 миллионов рублей. Целью проектов является развитие технологий, которые позволят предсказывать синтез молекулы и внедрить искусственный интеллект в химическую промышленность. В рамках закрытия форума «Казан Дигитал Вик» состоялась торжественная церемония награждения победителей Хакатона «Цифровая арт-терапия». Магистранты КФУ стали обладателями приза в размере 150 тысяч. Награды вручил премьер-министр республики Татарстан Алексей Писошин. Хочу пожелать всем новых успехов. Казань будет вновь рада приветствовать большинство из вас, а может быть и всех вас, в сентябре 2022 года. На этой неделе интернет потрясли новости о серии подростковых самоубийств. Опасный тренд в социальных сетях запустила девушка из Зеленограда, которая свела счеты с жизнью в прямом эфире по трек белорусского исполнителя. О причинах и последствиях разбираемся с экспертами Казанского федерального университета. Не звони, уже недоступны мои номера. Эти строки уже нельзя прослушать на музыкальных сервисах. После того, как несколько человек покончили с собой под этот трек в прямом эфире, исполнитель Олег ЛСП принимает решение удалить песню со всех платформ. Опасный тренд в ТикТоке за последнюю неделю лишь набрал обороты. Некоторые пользователи записывают постановочные видео, где выпрыгивают в окно. Делают они это не ради того, чтобы свести счеты с жизнью, а ради популярности. Все подобные видео удаляются из социальной сети администрации ТикТока. Почему эта волна суицидов началась и почему у смертоносного тренда появились поклонники, которые записывают постановочные видео? Есть, с одной стороны, постановочные видео, когда это, по сути дела, артисты снимают ради лайков, ради аплодисментов и так далее. И это тоже зависимость такая своего рода. А есть люди, которые, может, даже каким-то образом хотят свою смерть, свой суицид тоже представить всему миру. И это у них тоже своего рода такой монолог и обращение ко всему человечеству, ко всем, например. Такой протест, такой бунт. Такой прощальный монолог и опубликовала девушка из Зеленограда в своем инстаграме. Действительно ли номера группы ЛСП могут нанести такой смертоносный ущерб по жизни подростка? Безусловно, музыка оказывает влияние на человека. Однако стоит ли винить творчество артистов в первую очередь при подобной ситуации? И говорить о том, что у него суицидные желания появились после того, что он просмотрел такие виды, не приходится, это неправильно. У него уже есть депрессия, на основе которой он, в принципе, уже хотел, желал покончить жизнь самоубийством. Это практика. Песня номера белорусской группы ЛСП была удалена из ВКонтакте, Яндекса и российского отделения Ютуба еще в 2018 году по указу Роскомнадзора. В песне эксперты увидели пропаганду суицидальных действий, а это запрещено российским законодательством. Так в чем же проблема номеров? Может ли песня вогнать депрессию? А может быть проблема в окружающем мире цифрового глянца? Каким образом эксперты выявляют так называемую пропаганду в музыкальных текстах? Ну, у нас в российской эстраде очень много групп, которые, ну, довольно-таки депрессивные, и где упоминается и смерть, и, возможно, даже самоубийство. Оценить, является ли это пропагандой самоубийства или не является, наверное, может только, ну, филологическая экспертиза какая-то. То есть они это определяют, что есть. А на законодательном уровне запретить можно все, что угодно. Проблема в том, что будет ли это реализовываться, то есть это уже другой вопрос. На данный момент песня «Номера» удалена со всех стриминговых площадок. А при попытке найти песню в ТикТоке пользователь натыкается на телефон доверия. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. Ученые КФУ представили разработку на школе-симпозиуме в Крыму. Сотрудники Института физики представили модель, которая позволяет определять математическими методами оптимальные параметры обработки образцов различной физической природы. Помимо презентации и разработки, казанские ученые выступили со своими докладами. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась жеребьевка ежегодного Кубка КФУ по мини-футболу. В этом году список участников пополнил Елабужский институт Казанского федерального университета. Напомним, что за матчами Кубка можно будет следить в наших социальных сетях. Кубок Университета по мини-футболу – это одно из флагмановских мероприятий Казанского федерального университета. Мы уже совместно со спортклубом, с казанскими елабарцами проводим его четвертый год подряд в новом формате, когда все матчи, абсолютно все, начиная в этом году с 1-16 финала и до финала проводятся в прямом эфире. Наш телеканал это, естественно, транслирует. То, что появилось на турнире Елабуга, для нас это огромный плюс. Во-первых, мы получаем плюс один матч, у нас появляется стадия 1-16 финала. Турнир свой расширяет географию, если раньше у нас были только казанские команды, то есть те, которые участвовали от главного вуза, потом появился, точнее вернулся на турнир на Беженочелнинский институт, и теперь появляется на турнире Елабужский институт, команда, которая для многих, наверное, станет сюрпризом. На этом все. В студии была Арина Улескова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok